Привет, просветители! На прошлой неделе группа депутатов несла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Споры вокруг единого экзамена не прекращаются с момента его появления. А фразы «заучить ответы и просто ставить крестики» слышал, пожалуй, каждый. Только вот произносит их обычно тот, кто никакого отношения к образованию не имеет. Предлагаю сегодня посмотреть, какую же альтернативу видят депутаты и какие минусы экзамена были озвучены. Заодно проверим, видели ли эти товарищи хоть один вариант ЕГЭ. Спойлер – нет. В Государственную Думу вносились законопроекты, предусматривающие отмену ЕГЭ, но не были поддержаны правительством Российской Федерации и были отклонены. В заключениях на законопроекты указывалось, что отмена ЕГЭ приведет физически к упразднению системы совмещения выпускных экзаменов и вступительных экзаменов, что приведет к снижению доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей. И это весьма здравая мысль. Главный плюс единого экзамена – возможность из провинции поступить в топовый вуз. Ты сдаешь ЕГЭ и отправляешь свои результаты туда, куда хочешь. А теперь представим, вернули традиционные экзамены. Ура! А школьник из Хабаровска в условную бауманку собрался. Сколько же он денег должен только на дорогу потратить, чтобы просто попытаться поступить. Не поступить, а попытаться. А еще во время экзаменов нужно где-то жить. Каждый вуз абитуриентам общежитие предоставит. Действительно, исследования, проведенные в высшей школе экономики, показали, что увеличилась мобильность абитуриентов. Однако, параллельно возросла вероятность возникновения у домохозяйств дополнительных расходов, связанных с поступлением выпускников в вузы и их переездом к месту учебы. Мне интересно, тот, кто это написал, сам-то хоть понял, что начирикал? Давайте тогда вообще ребятам из провинции запретим поступать в столичные вузы. И тогда никаких расходов на дорогу и переезд. Представляете, ЕГЭ позволил талантливым ученикам со всей страны учиться в крупных городах. Но зато теперь нужно тратить деньги на переезд. Тогда, может быть, вы не ЕГЭ отменять будете, а решите проблему с количеством мест в общежитиях и проезд бесплатным сделаете? Ну, раз вас так финансовый вопрос домохозяйств заботит. Слово-то какое. Домохозяйство. При этом вероятность дополнительных финансовых вливаний со стороны родителей на переезд их детей в другие города выросла на 40-50%. Да, потому что дети получили шанс не только в областном центре учиться. Вот это наглость. А шанс на то, что придется дополнительно потратиться на подготовку к экзаменам в последний учебный год на 70%. Здесь, как я понимаю, намек на репетиторов. И тут спорить действительно тяжело и, в общем-то, глупо. Родители на самом деле тратят огромные суммы на подготовку детей к экзаменам. Но, внимание, вопрос для знатоков. После отмены ЕГЭ поступление в ВУЗ магическим образом станет проще? К вступительным экзаменам не надо будет готовиться? Если школа не способна подготовить ученика к ЕГЭ, с чего вдруг она сможет это сделать к вступительным по билетам? И здесь мы возвращаемся к проблеме кадрового дефицита в школе. Моя любимая тема. И Сергея Сергеевича Кравцова. Вот я, допустим, закончил школу до ЕГЭ. И, тем не менее, занимался с репетиторами. Потому что моя учительница русского языка не делала на уроках ни-че-го. Моя школа не подготовила меня к экзаменам вообще. Я уже рассказывал эту потрясающую историю. Звенит звонок, заходит преподаватель русского языка и протягивает в ней еще одной однокласснице свою методичку. Ну, почитайте там что-нибудь. Вам же на филфак поступать. И дальше начинает журнал заполнять. А все остальные просто задания из учебника делают. Проверять мы их, конечно, не будем. Все, урок русского закончен. Интересно, и почему у нас половина класса репетитора искала? И да, у нашей учительницы даже тени волнения на лице не было. А что переживать-то? Она прекрасно знала, что выпускные экзамены сдавать мы будем здесь. И всем все поставят. Спойлер. Всем все и поставили. Удивительно, правда? Содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Я буду говорить только о русском языке. Пусть о других предметах рассуждают профильные специалисты. Так вот, ЕГЭ по русскому соответствует программе. Иное дело, что мне некоторые задания не очень нравятся. И я, возможно, сделал бы больший акцент на орфографии. Но это уже лично мои предпочтения. Для эффективной подготовки учащегося к ЕГЭ необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых отличаются высокой стоимостью и непосильны для многих семей. Далеко не все мои ученики нанимали репетиторов по русскому языку. Я бы даже сказал абсолютное меньшинство. Хотя бы потому, что они учились в деревне, где на весь населенный пункт три учителя русского. И сюрприз, дети поступали в нормальные вузы с хорошими баллами. Почему? Потому что я их к этому целенаправленно готовил. И да, если бы в школе не было дикой текучки кадров и труд педагогов на самом деле ценился, то и к репетиторам бы обращались гораздо реже. Но потому, что в школе работали бы сильные специалисты, а не только те, кто еще не успел уволиться. Внимание, я утрирую. В школе, естественно, есть хорошие учителя. Это оборот речи. Успокойтесь. Вместе со мной в школе работала потрясающая преподавательница математики. Ее ученики побеждали на олимпиадах и поступали в топовые технические вузы. Внимание, ученики из деревенской школы. Без репетитора. А вообще, меня, конечно, все еще поражает логика. Вот к ЕГЭ Марья Ивановна не может подготовить, но к поступлению в МФТИ да расплюнуть. Чего? Иногда выпускникам, получившим высокие баллы, не остается мест в вузе из-за победителей призеров олимпиад. Имеются факты, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподавателей вузов, которые являются организаторами этих олимпиад. Так вы еще и олимпиады предлагаете отменить? Или просто все в одну кучу? Окей, нет ЕГЭ. Иду сдавать традиционные вступительные экзамены. Получаю хорошие оценки, но не отличные. И в итоге на мое место берут олимпиадника. Что поменялось? Тогда уж вместе с ЕГЭ олимпиады отменяйте. В результате введения ЕГЭ, как считают эксперты, расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. И вместо того, чтобы бороться с коррупцией, вы предлагаете ее назад в вузы отправить. Я вас удивлю, но до введения ЕГЭ те же преподаватели, что принимали вступительные, тоже репетиторами работали. А еще была популярна такая замечательная стратегия. Записаться на подготовительные курсы в вуз. Но не чтобы знания получить, а чтобы с преподавателями познакомиться. Ведь легче сдавать, когда тебя уже знают. Интересно, про этот моментик депутаты забыли? Многие деятели науки и культуры, учителя и родители утверждают, что тестирование в принципе не способно выявить уровень знаний, а процесс обучения превращается в натаскивание на экзамен. А вот я говорю, что экзамен по-русскому может показать уровень знаний. Но не получишь-то высокий балл с нулем в голове. Есть ли то самое пресловутое натаскивание? Да, безусловно, работа с однотипными заданиями ведется. Только вот я проводил ее и с пятиклассниками. Пример. Некоторые задания на ЕГЭ связаны с конкретными правилами. Допустим, правописание не с частями речи. И чтобы правильно выполнить, что задание на ЕГЭ, что упражнение из советского учебника, нужно а. Выучить правила, б. Выработать навык. То есть много-много раз использовать теорию на практике. Натаскать себя. Согласен, слово не самое красивое, а зазубрить лучше. Может быть опять кто-то забыл, как в начале двухтысячных дети в обязательном порядке покупали в сентябре специальную книжечку. Билеты с ответами. По-русскому, истории, химии. И банально учили наизусть прям куски текста. Да, безусловно, была и практическая часть. Так она и на ЕГЭ есть. Хотел бы я изменить некоторые задания в современном экзамене. Безусловно. Но я не настолько стар, чтобы забыть минусы предыдущей системы. Из-за непомерной сложности вопросов и заданий ЕГЭ увеличилась нагрузка на учащихся. Вот здесь, конечно, интересный момент. Нагрузка. А что, вы думаете, вот вернете вы экзамены по билетам, и в МГИМО простые задания будут? Смело топаем на ИНЯ с английским из деревенской школы. Наверное, в БАМанку, на физмат можно будет просто без подготовки заявиться. Кстати, вот помяните мое слово. Если ведут экзамены по билетам, то обязательно добавят обязательную же историю. Вот можете даже не сомневаться, если будут экзамены по билетам выпускные, история там 100% будет присутствовать в обязательном порядке. Это вот прям моя ставка. Будет интересно проверить. Но я практически не сомневаюсь. Ну и вот, ребенок сдал экзамены выпускные, какой-нибудь там пяток. А некоторые вообще предлагают по каждому предмету экзамен сдавать. Ну, потому что, знаете, такая серьезная нагрузка сейчас на 11-классников. Поэтому давайте заставим каждому предмету готовиться. А после этого детям нужно будет еще и вступительные экзамены сдавать. Уже ощущаете, как просто сразу же легче дышать стало? Никакой нагрузки. В настоящее время основная задача обучения в школе заключается в подготовке к ЕГЭ, а не к жизни и дальнейшему обучению в ВУЗе. Отсутствует системный подход, а подготовка нацелена исключительно на прохождение узкоспециализированных тестов. Вау, я нашел мысль, с которой готов согласиться. При такой форме аттестации отсутствует индивидуальный подход к школьникам. Не учитывается разница в условиях их обучения. В чем заключался индивидуальный подход, когда я сдавал вступительные экзамены в ВУЗ, я, честно говоря, не особо понимаю. Но, возможно, просто словосочетание красивое, и его решили в текст ставить для галочки. Общество навязывает судьбоносный характер ЕГЭ, от которого чуть ли не зависит жизнь и будущая карьера выпускника. Неудивительно, что с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, сдающих ЕГЭ. А вот об этом мы с вами уже неоднократно говорили, и поэтому я так приветствовал возможность пересдать экзамен. Но вернемся к счастливому будущему без ЕГЭ. Выпускники не будут волноваться на вступительных экзаменах? Может быть, мое поколение не пугали? Не поступишь, будешь жить на помойке. Парни в нынешней ситуации не будут бояться не поступить и оказаться, сами знаете где? Да, мне повезло. Я жил в Подмосковье и отлично понимал, что я могу сдать экзамены в Москве в июне, в июле, а еще и в августе. Но вузов много, возможностей тоже. И это действительно снижало уровень стресса. Да, потому что я жил рядом с Москвой. Из сибирской деревни никто бы меня в столицу трижды не отправил. Мама учитель, денег нет. Поступал бы я в ближайший вуз районного центра. И дай бог, этих бы вузов там было, ну хотя бы два. А иначе тот же самый, единственный, судьбоносный шанс. Каждый год сотни тысяч школьников и их родителей со страхом, доводящим до успокоительных таблеток, ждут ЕГЭ. Некоторые школьники кончают жизнь, не дожидаясь экзамена. Так в июне 2024 года в московском районе Сиблова школьник, переживая за сдачу экзаменов, выбросился из окна. Повторю вопрос, а на вступительных экзаменах волноваться не будут? Нередкие случаи, когда школьники подвергаются моральному унижению перед сдачей ЕГЭ. В Воронеже в одной из школ выпускницам пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ. В Чувашии сотрудница Рособорнадзора заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки. А во время проведения ЕГЭ не разрешала находиться в туалете дольше 30 секунд. Вы знаете, как я к этому сумасшествию из Воронежа отношусь. Отдельный ролик на канале есть. И с подобными случаями, безусловно, нужно бороться и не превращать экзамен в тюрьму. Но у нас есть и другая картина. Экзамен в родной школе. Пишем то самое творческое сочинение по русскому языку, на которое не натаскаешь. Из всего класса самостоятельно пишет полтора человека. Я и еще отличница. Почему тогда полтора? Она шла на медаль. Поэтому ее сочинения проверяли, ошибки исправляли. И только потом отправили в район. Но писала она сама. Все остальные просто спокойно списывали из готовых сочинений. Ну, зато никакого натаскивания. И да, конечно, никогда не забуду эту картину маслом. Когда учителя под кофтами протаскивали эти самые волшебные книжки сочинений. Ну, специально для тех, кто свою дом забыл. Но повторю, никакого натаскивания. Никаких тестов. Сплошное творчество. А эти потрясающие выпускные экзамены по билетам. Когда ты действительно готовился. Ну, потому что мне в вуз поступать. На бюджетное отделение. Напомню. Мама учительница. Денег на платку нет. Но в итоге ты наблюдаешь картину. Это не Бенни Мэнни Кукареку. Но она очень хорошая девочка. И ей не хочется аттестат портить. Ставим 4. Этот ни слова не сказал. Но его же все равно надо выпустить. Поэтому троечка. Светочка, еще раз вот тут перепроверь. И там. И вот здесь. Ой, ладно, давай я сам напишу. Светочка просто на медаль идет. Ранее соавтор проекта Яна Лантратова сказал РИА Новости, что формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников. А из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриентов. Да, очень не хватает на экзамены этих заветных фраз. Хорошая девочка, старательный мальчик, с пятого класса на медаль идет. Но перенесемся на 10 лет вперед. Ты реально работаешь. Готовишь детей к ОГЭ. Тогда еще ГЯ. Все нормально. Рабочий процесс. А потом эти же дети приходят к тебе в 10 класс. И не делают ничего. Что случилось, спросите вы? А просто детки ГЯ в своей школе сдавали. И добрые учителя на каждом экзамене им ответы приносили. Ну, нельзя же школу подвезти. И теперь Павлу Викторовичу нужно объяснить Сереженьке, которому четверку нарисовали, а у злого Павла Викторовича у него еле тройка выходила, что на ЕГЭ никто помогать не будет. Надо самому все делать. Да вы тоже самое и про ГЯ говорили. А в итоге всем все дали. Мы вот это хотим вернуть? Но зато да. Никакого стресса. А чего, в общем-то, стрессовать, если учителя все равно все сделают? Они же за родную школу переживают? Переживают. А что-то сдавать выше надо? Надо. А если никто не проверяет, то почему бы самим за Сереженьку что-нибудь не написать? Одним глазком не посмотреть, что отличница делает, а то вдруг без медали девочка останется. А если же этого не допускать, то мы в любом случае все равно вернемся к тому, что экзамены хоть и по билетам нужно будет сдавать в другой школе, что все равно нужно будет пытаться хоть как-то, но проверять наличие телефона в кармане. И что? Мы все равно придем к той самой ситуации, когда некоторые весьма странные товарищи будут устраивать вот цирк из Воронежа. Что им в итоге помешает? Или, может быть, вы думаете, в вузах не найдется парочка таких же веселых охранников, которые будут буквально трясти абитуриенток, чтобы найти шпаргалку? Это, пожалуй, не от формы экзамена зависит, а от того, какие люди работают. Ну и синдром вахтера никто не отменял. А еще вернем ситуацию, когда ты можешь отлично знать предмет, но вот преподаватель тебя почему-то не особо любит. И в итоге твоя оценка на выпускном экзамене зависит исключительно от него. Забыли уже про такое веселье? Проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства, которые растут из года в год. Постоянно меняются правила проведения ЕГЭ. То вводятся, то отменяются дополнительные виды испытаний. По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. С одной стороны, все эти изменения, безусловно, дополнительный стресс. Для всех. И для школьников, и для учителей, и для родителей. Но с другой, экзамен на самом деле меняется. И разработчики пытаются уйти от тех самых «Просто ставим крестик в окошечке». Но угад, ЕГЭ в середине двухтысячных и ЕГЭ сейчас это разные вещи. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только проставлять галочки в клеточках. На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов. А вот наши депутаты, в отличие от разработчиков ЕГЭ, от крестиков, похоже, не смогли уйти. Товарищи, составлявшие этот кусок текста. Вы, Ким, когда в последний раз в глаза видели? Наверное, мне все-таки нужно снять видео с разбором ЕГЭ по русскому языку. «Проставить галочки в клеточках». Эти люди пытаются что-то реформировать, но они даже не знают, что. «Принятие указанного федерального закона позволит повысить уровень знаний выпускников». За счет чего? Из школы как бежали нормальные учителя? Так и продолжают бежать. «Избавить школьников от бессмысленного заучивания ответов на тесты». Какие, блин, тесты? Как же можно так позориться? А ты сможешь выучить ответы на ЕГЭ? Мне нравится, как депутаты вообще никаких противоречий в своих словах не видят. С одной стороны, рассуждают про непомерную сложность ЕГЭ, а с другой, для того, чтобы этот самый экзамен сдать, нужно просто ответы выучить и крестики поставить в окошечках. Вы уж определитесь, либо все безумно сложно и подготовиться невозможно без репетитора, либо просто надо ответы заучить. «А главное, позволит сохранить физическое и психическое здоровье наших детей». Интересно, они сами понимают, что теперь экзамены придется два раза сдавать. Это опять же к вопросу о нагрузке. И переживать на вступительных все равно придется. И да, вы уверены, что в некоторых вузах не устроят ту самую воронежскую дичь в попытках поймать списывающих? Принятие указанного федерального закона в перспективе позволит предоставить более высококвалифицированных специалистов, без которых Россия не преодолеет научно-техническое и научно-технологическое отставание. Каким образом? Просто потому, что все будут дружно опять списывать в школе? Искать знакомых в приемной комиссии? А ребята из провинции не поступят в Москву? Вместо того, чтобы довести экзамен до ума, взять все лучшее, что есть в этом формате, нам предлагают максимально популистское решение. Все отменим, вернем, как было. При этом на главный вопрос, ну а как же возможность поступить из провинции в любой вуз, нам дают максимально потрясающий ответ. Ну, если дети поступают в столицу, то родителям приходится деньги тратить на переезд, дорогу. Это плохо. Но здесь, конечно, крыть нечем. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну и отдельная громадная благодарность отправляется министру просвещения моей страничке Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.